Спасибо всем, трем выступающим. В согласованном формате я хотел бы предложить следующее. Давайте проведем обсуждение. Прежде всего, я хотел бы задать вопрос и обратиться к президенту Путину. После этого я хотел бы расширить наш разговор и привлечь к нему президента Назарбаева и премьер-министра Ренци. Мы начали с опоздания, мы немножко затянем мероприятие. Господин Путин, президент Путин, очень простой вопрос. С 2014 года были санкции со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. НАТО на этой неделе объявило о том, что будет наращиваться присутствие в тех странах, которые граничат с Россией. Россия сделала объявление о наращивании своих сил. Приходим ли мы к некой холодной войне более низкого уровня между Западом и Россией? Мне не хотелось бы так думать, что мы переходим к какой-то холодной войне. И уверен, этого никто не хочет. Мы точно этого не хотим. В этом нет никакой необходимости. И главная логика развития международных отношений, какой бы она внешне не смотрелась драматичной, она всё-таки не является логикой глобальной конфронтации. В чём проблема изначально? Я вам скажу. Я вынужден буду вернуться в прошлое, но тем не менее. После крушения Советского Союза мы думали и ожидали, что сейчас наступит всеобщее благоденствие и атмосфера всеобщего доверия. К сожалению, Россия столкнулась тогда с очень многими, как сейчас модно говорить, вызовами экономическими, социальными и внутриполитическими. Мы столкнулись и с сепаратизмом, и с радикализмом, столкнулись с агрессией международного терроризма, потому что, безусловно, на Кавказе у нас воевали представители Аль-Каиды. Это очевидный факт, с этим даже никто не спорит. Но и вместо ожидаемой с нашей стороны поддержки нашими партнёрами наших усилий по борьбе с этими проблемами, мы, к сожалению, увидели другое. Поддержка этого самого сепаратизма. Нам говорили, мы же не принимаем ваших сепаратистов на высшем политическом уровне. Мы только там на технологическом каком-то очень хорошо, но спасибо хоть и за это. Но и информационная поддержка, и финансовая поддержка, административное сопровождение, мы же всё видели. Ну ладно. Потом, когда нам всё-таки удалось справиться с этими проблемами, пройти через тяжёлые испытания, мы столкнулись с другим. Но Советского Союза нет. Варшавский договор прекратил существование. Нет. Зачем-то нужно постоянно расширять инфраструктуру НАТО, двигаться к российским границам. Это что, вчера, что ли, возникло? Вот опять принимают Черногория, Монтенегра. Кому угрожают, кто угрожает Черногории? То есть, понимаете, абсолютное наплевательское отношение к нашей позиции. Но во всём. А другая, не менее важная, а может быть, самая главная проблема – односторонний выход из договора о противоракетной обороне. Ведь не случайно Советский Союз и Соединённые Штаты заключили когда-то договор о противоракетной обороне. Два района были взяты под защиту. У нас Москва, в Соединённых Штатах – район базирования континентальных ракет, межконтинентальных ракет. Это же было связано с чем? Это было связано с необходимостью обеспечить стратегический баланс в мире. Нет, в одностороннем порядке вышли, и нам сказали так по дружбе. Но это не против вас, а вы хотите развивать наступательное вооружение. Мы исходим, что это не против нас. А знаете, почему так сказали? Ответ простой. Никто не думал, что в тех условиях, в начале 2000-х годов, Россия, которая борется с внутренними проблемами, ее разделяют противоречия, раздирают внутренние, политические, экономические, терроризм терзает, что она сможет восстановить свой оборонно-промышленный комплекс. Видимо, исходили из того, что не то что новых вооружений стратегических не появится, но даже то, что у нас есть, будет постепенно деградировать. Ну а здесь в одностороннем порядке будут наращиваться силы противоракетной обороны, а наши будут сокращаться. А дело все под предлогом чего? Под предлогом борьбы с иранской ядерной угрозой. Где теперь иранская ядерная угроза? Нет ее. А проект продолжается и продолжается. Вот так одно за одним, один шаг за другим и так далее. Потом уже совсем, кроме того, что начали поддерживать всякие цветные революции, в том числе и так называемую арабскую весну, взахлеб ведь поддерживали. Сколько мы видели положительных оценок того, что там происходит. К чему пришло? К хаосу. Я сейчас никого не хочу обвинять. Я просто хочу сказать, что если будет продолжаться такая политика односторонних действий, не будут согласовываться очень чувствительные для международного сообщества шаги на международной арене, то вот такие последствия неизбежны. И наоборот, если мы будем прислушиваться друг к другу, искать баланс интересов, то этого не будет. Да, это сложный процесс, процесс договоренности, но только он может привести этот процесс к поиску приемлемых решений. Я думаю, что если мы выйдем вот всё-таки на такое сотрудничество, то ни о какой холодной войне и говорить никто не будет. Но ведь после этой арабской весны подобрались уже и к нашим границам. Зачем надо было поддерживать госперевод на Украине? Я много раз об этом говорил. Ну, там сложная внутриполитическая ситуация. И, скорее всего, оппозиция, которая сегодня находится у власти, демократическим путём, с помощью выборов, пришла бы к власти. Ну и всё. Мы работали бы с ними так же, как работали с властью, которая была до президента Януковича. Нет, надо было довести обязательно до госпереворота с жертвами, вызвать кровавые события, гражданскую войну, напугать русскоязычное население на юго-востоке Украины и в Крыму. Ну, ради чего всё это? А после этого, после того, как мы вынуждены были, просто вынуждены предпринять меры по защите определённых групп населения, дальше раскручивать эту спираль, нагнетать, на мой взгляд, в том числе это делается для того, чтобы обосновать само существование североатлантического блока. Нужен внешний противник, внешний враг. Иначе зачем эта организация нужна? Варшавского договора нет, Советского Союза нет, против кого она? Ну вот, если будем в такой логике дальше действовать, нагнетать и наращивать усилия, чтобы пугать друг друга, то тогда когда-нибудь и придём к холодной войне. У нас совершенно другая логика, она направлена на сотрудничество и на поиск компромиссов. Господин президент, какой же выход? Я слушал ваше интервью немецкой газете, и там вы сказали, что ключевая проблема в том, что минские соглашения не выполняются правительством Украины, не выполняются Киевом. Конституционная реформа. С другой стороны, они говорят, что насилие на Восточной Украине продолжается, и группы сепаратистов действуют без ограничений. Может быть, необходимо отойти от них, и санкции создают ситуацию, когда вот такая холодная война более низкого уровня продолжается? Дело ведь не в сепаратистах, а дело в людях, как бы их ни называть. Дело в людях, которые стремятся к обеспечению своих законных прав и интересов и боятся репрессий, если эти интересы не будут обеспечены на политическом уровне. И если вы посмотрите текст минских соглашений, там же всего несколько пунктов. Мы ведь всю ночь спорили по этим пунктам. Вокруг чего шёл спор? Что первично? И мы всё-таки пришли к выводу, что первичным являются решения политических вопросов, которые дают, прежде всего, решают вопросы безопасности для людей, которые проживают на соответствующих территориях Донбасса. Какие это политические решения? Там всё прописано. Изменения в Конституцию, которые должны были бы быть приняты до конца 2015 года. Но где же они, их изменения? Их нет. Должен был введён быть в действие закон об особом статусе на вот этих территориях, которые мы называем непризнанными республиками. Этот закон принят парламентом страны, но до сих пор не действует. Нужно обязательно было принять закон об амнистии. Он принят парламентом Украины, но не подписан президентом, не действует. Ну как можно проводить какие-то выборы? Как вообще можно говорить о проведении выборного процесса в условиях осуществления антитеррористической операции? Где-то в мире это проводится вообще? Мы даже об этом не говорим вслух. Но где-то в мире проводятся выборные кампании в условиях проведения антитеррористической операции на территории. Но надо в конце концов это отменить и надо заняться восстановлением экономики, гуманитарной сферы. Ничего же не делается. Ну просто ничего. А откладывать решение этих вопросов, ссылаясь на акты насилия в зоне разграничения конфликтующих сторон, это просто отговорка, предлог, чтобы ничего не делать. Ведь что происходит на самом деле? Обе стороны друг друга обвиняют, что то с одной стороны постреляют, то с другой. А кто вам сказал, что стреляют вот эти люди, которых вы называете сепаратистами? Они говорят, стреляют представители украинских властей, украинской армии. Одни постреляли, другие ответили, вот тебе перестрелка. И под этим предлогом что? Не нужно проводить политических преобразований? Наоборот, нужно как можно быстрее провести политические преобразования, которые лягут в основу окончательного регулирования и в сфере безопасности. Ну, некоторые вещи нужно делать параллельно. Я тоже уже об этом говорил. Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ, вплоть до того, что позволить наблюдателям миссии ОБСЕ иметь при себе стрелковое оружие. Можно сделать какие-то другие вещи, направленные на обеспечение, на повышение уровня безопасности. Но нельзя, ссылаясь на то, что не всё урегулировано в этой сфере, бесконечно откладывать решения ключевых вопросов политического характера. Вот и всё. Есть такое большое количество вопросов, которые хотелось бы осветить. Давайте поговорим про Ближний Восток, где Россия держала режим ОСАД. Да. И ОСАД теперь говорит о том, что он хочет вернуть каждый квадратный сантиметр своей территории. Считаете ли вы, что решение сирийской проблемы лежит в той плоскости, когда ОСАД вернёт всю территорию своей страны и будет управлять каждым дюймом своей территории? Я считаю, что с проблемой Сирии это, конечно, сегодня, прежде всего, борьба с терроризмом, но не только. Сирийский конфликт, безусловно, в основе этого конфликта, безусловно, лежит и противоречие внутри самого сирийского общества. И президент ОСАД это прекрасно понимает. Вопрос не в том, чтобы расширить контроль над теми или другими территориями, хотя это очень важно. Вопрос в том, чтобы обеспечить доверие всего общества к различным, к различных частей этого общества друг к другу. И на этой базе сформировать современное эффективное руководство, которому будет доверять всё население страны. И здесь тоже нет другого пути, кроме как политических переговоров. Мы неоднократно к этому призывали. Президент ОСАД тоже об этом говорил. Он согласен с этим процессом. Что нужно сделать сегодня? Нужно сейчас активнее включаться в процесс формирования новой конституции и на этой базе проводить выборы будущие и будущие президентские и парламентские выборы. Когда президент ОСАД был в Москве, мы с ним об этом говорили, он с этим полностью согласился. Более того, что чрезвычайно важно, под строгим международным контролем с участием организаций объединенных наций. Мы вчера с господином Демистурой и с генеральным секретарём Организации объединенных наций тоже подробно очень эту тему обсуждали. Все с этим согласны. Но нужно делать, и мы очень рассчитываем, что наши партнёры, прежде всего американские партнёры, соответствующим образом поработают со своими союзниками, которые поддерживают оппозицию, с тем, чтобы побудить эту оппозицию в конструктивной и совместной работе с сирийскими властями. Послушайте, мы говорим о чём? О том, что… И вообще, когда я спрашиваю наших коллег, вы зачем там всё это делаете? Они говорят, с целью утверждения принципов демократии. Вот режим президента ОСАД не демократический, а нужно, чтобы там восторжествовала демократия. Ну, прекрасно. Там что, везде демократия? Ну, нет, там пока не везде. Но в Сирии должна быть демократия. Хорошо. А как можно добыться демократического устройства общества? Разве можно добиться исключительной силой оружия и вообще силой? Нет. Это можно сделать только с помощью демократических институтов и процедур. А что это такое? Нет более демократического способа формирования власти, как выборы на основе основного закона, который называется Конституцией, сформулированного понятным образом, прозрачного и принятого подавляющим большинством обществу. Примите Конституцию и на основе этой Конституции проведите выборы. Чего здесь плохого? Да ещё под международным контролем. Мы слышим иногда, что некоторые странные регионы не очень понимают, что такое демократия. Но мы что, хотим один режим недемократический заменить на другой недемократический? А если мы хотим всё-таки проведённые принципы демократии, давайте с помощью демократических инструментов это будем делать. Но сегодня, если говорить о том, что это сложный процесс и результаты его не будут достигнуты завтра или послезавтра, это потребует времени, а сегодня надо что-то делать, я согласен с предложениями наших партнёров, тоже, прежде всего, американских партнёров, которые говорят о том, что, не знаю, может сейчас лишнего скажу, с другой стороны, это и известно уже, и в регионе известно, и переговорщикам известно с обеих сторон, и со стороны правительства, и со стороны оппозиции. Это американское предложение, считаю, что оно приемлемое абсолютно. Надо подумать о возможности инкорпорирования представителей оппозиции в действующие структуры власти, ну, например, в правительство. Нужно подумать о том, какие полномочия будут у этого правительства. Но здесь тоже нельзя перегибать палку, здесь нужно исходить из реалий сегодняшнего дня, и не нужно стремиться к заявлению неисполнимых, недостижимых целей, если наши партнёры говорят, что завтра должен уйти, а сегодня говорят, что нет, не завтра, давайте мы проведём такую реструктуризацию власти, что на деле будет означать тоже его уход. Но, наверное, тоже нереалистично. Поэтому нужно действовать аккуратно, степ-бай-степ, постепенно добиваясь доверия всех конфликтующих сторон. Если это произойдёт, а я думаю, что когда-то это всё равно произойдёт, чем раньше, тем лучше, то тогда можно идти дальше, можно говорить о последующих выборах и о полном урегулировании. Главное – не допустить развала страны. А если так будет продолжаться, как сегодня, развал неизбежен. И это самый плохой вариант развития событий, потому что это совсем не значит, что после развала страны какие-то квази-государственные образования будут жить друг с другом в мире и согласии. Нет. И это будет дестабилизирующим фактором и для региона, и для всего мира. Господин президент, хочу спросить вас ещё об одном демократическом государстве, где совершенно другая картина. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от Республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек. И об этом говорили во всём мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы всё передёргиваете? Возьмите, над вами берёт вверх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более Соединённых Штатов. Но мы будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ. Хотя я не думаю, кстати говоря, что они всех учат, как надо жить, и демократии учат. А что, вы считаете, что там демократические выборы президента, что ли? Это правда. Посмотрите, там дважды в истории США избирали президентом человека, за которым большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? Значит, а когда мы дискутируем иногда с коллегами, мы никого ни в чём не обвиняем, мы поддискутируем. Нам говорят, не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли. Так и хочется сказать, ну да, не лезьте к нам. Чего вы лезете-то? Разберитесь у тебя сначала. Но, повторяю, действительно, это не наше дело, хотя, по-моему, там даже прокурору отгоняют от участков международных наблюдателей в ходе избирательных кампаний. Американские прокуроры пугают их, что в тюрьму посадят. Но это их проблемы, они так привыкли, им нравится. Америка – великая держава, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединёнными Штатами. И, как бы там ни происходили эти выборы, в конце концов, они состоятся. Будет глава государства, у него большие очень полномочия. Значит, там идут сложные внутриполитические и экономические процессы в Соединённых Штатах. Миру нужна мощная такая страна, как Соединённые Штаты, и нам нужна. Значит, ну, нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения. Ну, вот санкции, про которые вы сказали, они касаются Соединённых Штатов? Где никак не касаются? Вообще, наплевать им на эти санкции, потому что они, последствия наших ответных действий, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются. Нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнёрам, надо потерпеть. Зачем они терпеть? Я не понимаю. Ну, хотят пусть терпеть. Зачем? Матео, зачем вам терпеть? Сейчас Матео объяснит, зачем нам терпеть. Вот, но он яркий оратор, мы это видим, так здорово выступал, красиво. Вот, но... Я искренне говорю, честное слово. Италия может гордиться таким премьером. Правда, конечно, красиво. Но мы никого не нахваливаем. Это не наше дело. Как немцы говорят, не наше пиво. Поэтому выберут. Когда выберут, мы будем работать с любым президентом, которому оказал доверие американский народ. В надежде на то, что это будет такой человек, который будет стремиться к развитию отношений с нашей страной и будет способствовать созданию строительства более безопасного мира. Для пояснения хочу сказать, что слово, которое я употребил в характеристике господина Трампа, было упомянуто интерфаксом. Я использовал официальный перевод от интерфакса. Хочу спросить вас еще об одном человеке, с которым вы работали. С господином Трампом вы не встречались. А вот госпожа Хиллари Клинтон была госсекретарем. И в ответах на вопросы от граждан России вы говорили о том, что есть у вас такая поговорка, что муж и жена – одна сатана. По-английски это означает, что по большому счету речь идет о двух сторонах одной медали. Что вы имели в виду? Вы работали с ней, когда она была госсекретарем. А что вы можете об ней сказать? Чего не скажешь с горячим? Я с ней не работал. С ней Лавров работал. Вот у него спросите, вот он здесь сидит. Я же не был министром иностранных дел. Сергей Лавров был. Он скоро как громык уже. Сколько вы работаете уже? Я работал с Биллом Клинтоном. Правда, очень небольшой промежуток времени. И у нас были очень добрые отношения. Я даже могу сказать, что я благодарен ему за некоторые моменты того, как происходило мое вхождение, что ли, в большую политику. Несколько раз он проявлял такие знаки внимания, очень уважения и ко мне лично, и к России. И я это помню и благодарен ему за это. Ну, у госпожи Клинтон, у нее, может быть, свой взгляд на развитие российско-американских отношений. Вы знаете, есть еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить внимание, которая не имеет отношения ни к российско-американским отношениям, ни вообще к какой-то большой политике. Это имеет отношение скорее к кадровой политике. Вот я на своем опыте много раз смотрел на ситуацию, которая происходит с людьми до того, когда они начали исполнять какую-то функцию. И после этого часто иногда людей не узнаешь. Потому что, когда появляется другой уровень ответственности, начинают и говорить по-другому, и мыслить, и даже внешне выглядят по-другому. Мы исходим из того, что чувство ответственности главы американского государства, главы страны, от которой очень многое в мире сегодня зависит, что это чувство ответственности будет побуждать вновь избранного президента сотрудничать с Россией и, еще раз хочу подчеркнуть, создавать более безопасный мир. Господин президент, еще один вопрос в заключении о новостных сообщениях относительно российских спортсменов. Сейчас идут два расследования, которые показали, что российские спортсмены были вовлечены в активное использование допинга. Кроме того, имеется программа по изменению тех образцов, которые были взяты для проверки в лабораториях. Что Вы думаете по этому поводу? Я не очень понял, что программа по изменению образцов, которые были взяты для проб. Значит, если пробы берутся, они сразу же переезжают на хранение в международные организации, и мы к ним не имеем никакого отношения. Пробы взяты, их увезли куда-то или в Лозанну, или где они там находятся, я не знаю. Но на территории Российской Федерации их нет. Их можно вскрыть, перепроверить. Вот это сейчас делают специалисты. Проблема допинга, она не только российская проблема. Это проблема всего спортивного мира. И если кто-то пытается политизировать что-то в этой сфере, я считаю, что это большая ошибка. Потому что так же, как сферу культуру, культура, например, сферу спорта нельзя политизировать. Это мосты, которые сближают людей, целые народы и государства. И к этому нужно именно так относиться, а не пытаться на этой почве выстраивать какую-то антироссийскую, либо ещё какую-то политику. Что касается официальных российских властей, могу вам с полной ответственностью заявить. Мы категорически против любого допинга по нескольким соображениям. Во-первых, я, как бывший любитель спортсмен, могу вам сказать, и думаю, что подавляющее большинство людей с этим согласится. Если мы знаем, что употребляется допинг, неинтересно смотреть. Сразу интерес к спорту понижается для миллионов болельщиков. Но и второе, не менее важное, может быть, первое, это здоровье самих спортсменов. Ничто не может оправдать ничего, что вредит здоровью человека. Поэтому на государственном уровне мы боролись и будем бороться с допингом в спорте. Более того, насколько мне известно, сейчас, ну, некоторое время назад уже, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет проводят собственную глубокую проверку всех фактов, на которые указали в том числе и средства массовой информации. Не нужно просто делать из этого какой-то кампании. И тем более кампании, очерняющей какой-то спорт, в том числе и российский спорт. И следующее, третье, на что я хотел бы обратить внимание. Это вообще, ну, это постулат такой есть в праве. Ответственность может быть только индивидуальной. Не может быть возложена коллективная ответственность на всех спортсменов, либо спортсменов какой-то федерации, если у употребления допинга уличены конкретные физические лица. Ну, не может вся команда нести ответственность за тех, кто совершил это нарушение. И думаю, что это абсолютно естественный, правильный подход. Ну, сейчас не только допинг. Сейчас вот мы смотрим, в спорте много проблем. Вот сейчас идёт чемпионат Европы по футболу. По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драке болельщиков. Очень печально, и я сожалею об этом. Но и здесь мы тоже должны всегда исходить из каких-то общих критериев. И ответственность, повторяю, за содеянное тоже должна быть максимально персонифицирована. И отношение к нарушителям должно быть одинаковое. Ну, вот известный случай, с чего начался чемпионат мира по футболу. Драка российских болельщиков с английскими. Ну, безобразие полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметили или там несколько тысяч англичан, не понимаю. Но, во всяком случае, подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям. Мы вот именно так выстраивали и будем выстраивать эту работу и в борьбе с допингом, и в борьбе за дисциплину среди болельщиков. Будем работать с этими объединениями болельщиков. Я очень рассчитываю на то, что среди них очень много умных, здравых людей, которые действительно любят спорт и которые понимают, что любые правонарушения – это не поддержка любимой им команды, а наоборот – это ущерб команде, ущерб спорту. Но здесь ещё предстоит очень много сделать и совместно с коллегами поработать. Но, что совершенно точно, я хочу это подчеркнуть, никакой поддержки нарушениям в спорте, тем более нарушениям в сфере допинга, на государственном уровне не было и быть не может в России. Мы сотрудничали и будем сотрудничать со всеми международными организациями, которые работают в этой сфере.